На Западном фронте без перемен знаменитый роман Эриха Марии Ремарка, вышедший в 1929 году, в предисловии автор говорит, эта книга не является ни обвинением, ни исповедью, это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасят снарядов. Название романа – несколько измененная формула из немецких сводок о ходе военных действий на Западном фронте. Антивоенный роман повествует о всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне. Как и Эрнест Хемингуэй, Ремарк использовал понятие «потерянное поколение», чтобы описать молодых людей, которые из-за полученных именно войне душевных травм не в состоянии были устроиться в гражданской жизни. Произведение Ремарка таким образом стояло в остром противоречии с правоконсервативной военной литературой, превалировавшей в эпоху Веймарской республики, которая, как правило, старалась оправдать проигранную Германию войну и героизировать ее солдат. Ремарк описывает события войны от лица простого солдата. История публикации. Писатель предложил свою рукопись на Западном фронте бесперемен наиболее авторитетному и известному в Веймарской республике издателю Самуэлю Фишеру. Фишер подтвердил высокое литературное качество текста, но отказался от публикации на том основании, что в 1928 году никто не захочет читать книгу о Первой мировой войне. Позднее Фишер признал, что это была одна из самых существенных ошибок в его карьере. Следуя совету своего друга, Ремарк принес текст романа в издательство «Хаус Ульстейн», где он по распоряжению руководства компании был принят к печати. 29 августа 1928 года был подписан контракт. Но издательство было также не до конца уверено в том, что такой специфический роман о Первой мировой войне будет иметь успех. Договор содержал оговорку, в соответствии с которой в случае неуспеха романа автор должен отработать затраты на публикацию в качестве журналиста. Для перестраховки издательство предоставило предварительные экземпляры романа различным категориям читателей, в том числе ветеранам Первой мировой войны. В результате критических замечаний читатель и литературоведов Ремарка настоятельно просит переработать текст, особенно некоторые особо критические высказывания о войне. О серьезных корректировках романа, внесенных автором, говорит экземпляр рукописи, находившейся в Нью-Йорке. Например, в последней редакции отсутствует следующий текст. Перевод Михаила Матвеева. Наконец, осенью 1928 года появляется окончательный вариант рукописи. 8 ноября 1928 года, накануне 10-й годовщины перемирия, берлинская газета «Вассишзи Тунг», входящая в концерн Хаус Ульстейн, публикует предварительный текст романа. Автор «На западном фронте без перемен» представляется читателю, как обычный солдат, без какого-либо литературного опыта, который описывает свои переживания войны с целью выговориться, освободиться от душевной травмы. Вступительное слово к публикации было следующим. Перевод Михаила Матвеева. Так появилась легенда о происхождении текста романа и его авторе. 10 ноября 1928 года начался выход отрывков романа в газете. Успех превысил самые смелые ожидания концерна Хаус Ульстейн. Тираж газеты увеличился в несколько раз. В редакцию приходило огромное количество писем читателей, восхищенных подобным непрекрашенным изображением войны. На момент выхода книги 29 января 1929 года существовало приблизительно 30 тысяч предварительных заказов, что заставило концерн печатать роман сразу в нескольких типографиях. Роман «На западном фронте без перемен» стал самой продаваемой книгой Германии за всю историю. На 7 мая 1929 года было издано 500 тысяч экземпляров книги. В книжном варианте роман был издан в 1929 году, после чего был в том же году переведен на 26 языков, в том числе на русский. Наиболее известный перевод на русский язык Юрия Афонькина. После публикации книга вызвала бурную общественную дискуссию, а его экранизация благодаря стараниям НСДП была запрещена в Германии 11 декабря 1930 года Советом по контролю над кинопродукцией. На эти события автор в 1931 или 1932 году отреагировал статьей «Тенденцы узнали мои книги». Уже 10 мая 1933 года это и другие книги Ремарка публично сжигались нацистами, а с их приходом к власти запрещены. В эссе 1957 года зрение очень обманчиво. Ремарк писала о курьезе основные персонажи. Пауль Баймер – главный герой, от лица которого ведется повествование. В возрасте 19 лет Пауль был добровольно призван в немецкую армию и отправлен на Западный фронт, где ему пришлось столкнуться с суровой действительностью военной жизни. Убит 11 октября 1918 года. Альберт Кроп – одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Коротышка Альберт Кроп – самая светлая голова у нас в роте потерял ногу. Был отправлен в тыл один из тех, кто прошел войну. Мюллер – пятый одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. До сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены под ураганным огнем. Зубрить он законы физики. Был убит осветительной ракетой, попавший в живот Лер, одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Носит окладистую бородку и питает слабость к девицам. Тот же осколок, что Бертенко оторвал подбородок, вспарывает бедро Лера, умирает от потери крови. Франц Кэмэрих, одноклассник Пауля, служивший с ним в одной роте, до событий романа получает серьезное ранение, приведшее к ампутации ноги. Через несколько дней после операции Кэмэрих умирает и Азев Бем, одноклассник Баймера. Бем был единственным из класса, кто не хотел идти добровольцем в армию, несмотря на патриотичные речи Конторека. Однако под влиянием классного руководителя и близких он записался в армию. Бем погиб одним из первых за три месяца до официального срока призыва. Станислав Кочинский служил с Баймером в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Душа нашего отделения – человек с характером умницы и хитрюга. Ему 40 лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться с ясным и как лучше всего укрыться от начальства. На примере Кочинского хорошо видна разница между взрослыми солдатами, имеющими за своей спиной большой жизненный опад, и молодыми солдатами, для которых война является всей жизнью. Летом 1918 был ранен в ногу. Раздробление берцовой кости Пауля успел отнести его к санитарам, но по пути Кат получил ранение в голову и умер. Тиадин – один из нешкольных друзей Баймера, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Слесарь, щедушный юноша одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте. За еду он садится тонким и стройным, а поев, встает пузатым, как насосавшийся клоп, имеет нарушение мочевыделительной системы, из-за чего иногда писается во сне. Прошел войну до конца один из тридцати двух выживших из всей роты Пауля Баймера. Появляется в следующем романе ремарка «Возвращение». Хай Вестхус – один из друзей Баймера, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Наш ровесник – рабочий торфоник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить, «А ну-ка отгадайте, что у меня в кулаке, высокий, сильный, не особо умный, но имеющий хорошее чувство юмора юноша, был вынесен из-под огня с разорванной спиной. Скончался Дитеринг – один из нешкольных друзей Баймера, служивший с ним в одной роте. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и своей жене, дезертировал в Германию. Бой пойман. Дальнейшая судьба неизвестна. Конторек – классный руководитель Пауля, Лейра, Мюллера, Кропа, Кэммериха и Бема. В начале романа Пауля описывает его следующим образом. Строгий маленький человек в сером сюртуке, как мышиная мордочка, личиком. Конторек был ярым сторонником войны и агитировал всех своих учеников отправиться на войну добровольцами. Позже сам попал в армию, да еще и под начало своего бывшего ученика. Дальнейшая судьба неизвестна. Бертинг, командир роты Пауля, хорошо относится к своим подчиненным и любимым. Пауля описывает его следующим образом. Настоящий фронтовик – один из тех офицеров, который при всякой преграде и всегда впереди, спасая роту от огнемета, получил сквозное ранение в грудь. Осколком оторвало подбородок. Умирает в том же бою. Капрал Химмельштас – командир отделения, в котором Боймер с друзьями проходил военную подготовку. Пауля описывает его следующим образом. Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький, коренастый человек, прослуживший 12 лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом почтальон, особо жестоко относился к Кропу Тейдену. Боймеру и Вестхусу позже был отправлен на фронт в роту Пауля, где попытался загладить свою вину. Помогал выносить Хайи Вестхуса, когда тому разорвало спину, после замещал ушедшего в отпуск повара. Дальнейшая судьба неизвестна. Иозеф Хамахер – один из пациентов католического госпиталя, в котором были временно размещены Пауль Боймер и Альберт Круп. Он прекрасно разбирается в работе госпиталя и кроме того имеет отпущение грехов. Это свидетельство, выданное ему после ранения в голову, подтверждает то, что временами он бывает невменяем. Тем не менее, Хамахер является абсолютно здоровым психически и использует свидетельства в своих интересах. Издание в России. В СССР впервые опубликовано в роман газете «Номер 2» за 1930 год. В переводе с мятежного и П. Чревина под названием «На западе без перемен». Из-за предисловия Радека после 1937 года издание этого перевода попали в спецхран. В издание 1959 год роман назван «На западном фронте без перемен». Экранизации произведения неоднократно экранизировалось. Американский фильм «На западном фронте без перемен» режиссера Льюиса Майлстона получил два Оскара. В 1979 году режиссер Дилберт Манн снял телевизионную версию фильма «На западном фронте без перемен». В 1983 году знаменитый певец Алтон Жон написал одноименную песню против войны, относящуюся к фильму. 11 ноября 2016 года ожидается премьера фильма «На западном фронте без перемен». Советский писатель Николай Брыкин написал роман о Первой мировой войне, озаглавив его на Восточном фронте перемены. Продолжение следует...